Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер, Саид. Добрый вечер. Он зам главного редактора прошлого и обозревателя газеты «Новое известие» и адвокатом Аббасупьяном Гайтаевым. Добрый вечер, Аббасупьян. Добрый вечер. Саид, как вы считаете, почему так затянули почти до последнего момента вот эту процедуру переназначения бывшего главы в качестве исполняющего обязанности? Поначалу действительно у всех были сомнения в связи с тем, что назначение исполняющего обязанности затянулось как-то непонятно. Обычно это происходит задолго до этого. И это путешествовали, как мы все помним, несколько скандалов, связанные с тем, что правозащитников обливали, машина сгорела. Вполне возможно, что эти обстоятельства могли повлиять на то, что у главы государства могли быть какие-то сомнения. Вполне возможно. Но другие эксперты утверждали, что даже назначение Рашида Тимрезова состоялось буквально за день до окончания его срока. То есть я думаю, что в стане Рамзана Ахматовича Кадырова не было больших волнений. Но тем не менее у многих людей возникало чувство, что вполне возможно, что могут быть какие-то изменения в Чечне, поскольку уже 9 лет человек на этом месте. Вот таким образом, наверное, может. Абусу Пьенович, как вы считаете, омрачил ли последний период работы Рамзана Ахматовича этот инцидент, например, с тем, что журналистов избили и сожгли их микроавтобус? Конечно, эта ситуация с журналистами, с правозащитниками, она возможна даже, что и в, как говорится, в высших эшелонах власти была принята неоднозначно. Потому что когда вот такая показательная, явная демонстрация своих возможностей, которая в данной ситуации была, она для многих стала непонятна. И для меня лично тоже я не мог понять логику вот этих действий чеченской власти вот в этом вопросе, потому что вроде бы ситуация должна была наоборот вот к этому вопросу, к вопросу назначения или утверждения на посту главы администрации, главы республики. Вроде бы должна была быть более спокойная обстановка и все усилия должны были быть направлены в такое мирное русло, чтобы ситуация была стабильная, спокойная и так далее. В данном случае вот эта резкая активизация, судя по всему, это все-таки были сотрудники правоохранительных органов, которые демонстративно избили, выгнали из республики журналистов, правозащитников. Эта ситуация, она естественно в обществе это было принято, было принято неоднозначно. И вопрос для меня, он еще висит, почему это было сделано, потому что это явно неправильный шаг, явно неправильный шаг, который, значит, и дискредитировал власть в Москве тоже. Потому что в Москве, я думаю, в этот период, вот эти движения, значит, такого плана, вряд ли они вызвали одобрение. Поэтому эта ситуация, она достаточно противоречивая, неоднозначная, но, как мы видим, она, в принципе, не имела последствий для чеченских властей. Спасибо, с нами на прямую связь. Вышла моя коллега Елена Масюк, журналист, бывший военный корреспондент телекомпании НТВ в горячих точках. Елена, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, могло ли вот нападение на Игоря Каляпина, главы Комитета против пыток, быть совершено без ведома руководству республики? Как вы считаете, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, я думаю, что все, что происходит в Чечне, все насильственные действия, которые происходят в Чечне, в отношении правозащитников и в отношении журналистов, происходит исключительно в согласии чеченских властей. Потому что представить себе о том, что на известного правозащитника в России и в том, и в Чечне, в особенности на территории Чечни Игоря Каляпина, у которого давно питает неприятные отношения Рамзан Кадыров, могло быть нападение без его согласия, я думаю, что нет. Я думаю, что это все было санкционировано, что это все было сделано, и потом, извините, так что же это за такой хлебосольный, можно сказать, и туристически привлекательный регион, как его представляет Рамзан Кадыров в свою республику, когда директор гостиницы вошел в номер с Игорем Каляпина, его вызнал из номера, говоря о том, что Игорь Каляпин нехорошо отзывается о руководителе Чечни, а вот он, видишь ли, директор гостиницы, очень уважает Рамзана Кадырова, пошел поэтому Игорь Каляпин отсюда из гостиницы, которую я возглавляю. Это что такое? Это туристическое метро, как ее представляют? Это абсолютное безобразие, это абсолютный беспредел, который творится в Чечне, и, конечно, то, что сейчас вновь будет переназначен, никаких выборов, естественно, нет, переназначен фактически Кадыров, это просто говорит о том, что то, что делает Кадыров в Чечне, устраивает Путина. Не зря так долго и усердно везде на каждом шагу орет Кадыров о том, что он пехотинец Путина. Пехотинец Путина, пока будет Путин, тогда вот до тех пор будет и Кадыров, я так думаю. Спасибо, у нас на прямой связи обозреватель новой газеты Елена Милашина. Елена, добрый вечер, вот когда вы разрабатывали острую тему тоже, мы помним, относительно Чеченской республики, ощущали ли вы какое-то давление, слежку за собой или какой-то контроль и неприязнь со стороны республиканских властей? Вам слово, добрый вечер. Добрый вечер, какую именно тему? Вот про свадьбу, по-моему, там чиновника и несовершеннолетней девушки. Когда я писала про ситуацию с попыткой взять во вторые жены несовершеннолетнюю чеченку Хеду Гайлобиеву, когда я поехала в село встречаться с ней и с ее родственниками, за нами была открытая слежка, это да. После этого были опубликованы угрозы, адрес это тоже да. А как вы считаете, вот почему так бесконтрольно действуют, например, силовики, вот в отношении недавнего инцидента с иностранными даже журналистами, хотя ясно, что это вызовет недовольство в центре? Неужели местные власти настолько не считаются с мнением Кремля? Вам слово, Елена. Вы знаете, здесь просто нужно разделить две вещи. Во-первых, действительно, то, что делает Рамзан Кадыра по республике чеченской, полностью устраивает Кремль, потому что именно для этого Рамзан был назначен в 2007 году президентом сначала, а потом переназначен главой республики, и ему удается контролировать ситуацию в Чечне, в первую очередь, через консигацию с подпольем. Вот, и, соответственно, вторая ситуация, это когда жители Чечни являются полностью, действительно, подконтрольны чеченской власти, и о каком-либо сопротивлении уже говорить не приходится, да, то есть это подавленный народ, подавленная республика, и именно это главная функция Рамзана Кадырова, что руками чеченцев, руками окружения Рамзана Кадырова, руками чеченской полиции это делается. Раньше это делалось руками федеральных сил российской армии. Это первое. И Рамзан Кадыров прекрасно справляется со своей ролью, вот, и по этому смыслу он устраивает Кремль. Второе. Ситуация, это, безусловно, с критиками Рамзана Ахматовича Кадырова, в первую очередь с правозащитниками, с журналистами, которые пишут о Чечне. Рамзан Кадыров считает, что Каляпин и основная мобильная группа комитета против пыток, это источник информационной угрозы, источник плохих новостей о Чечне, и поэтому с ними он пытался на протяжении двух лет разбираться. Это не первое нападение на журналистов, которых привез туда Каляпин, ну, сводная мобильная группа, собственно, организовала пресс-тур. Сразу дали понятие журналистам, правозащитникам, буквально в первые же дни, что за ними, их же присутствие нежелательное, за ними была организована накрятная, предупредительная, скажем так, спешка, которая не привела к тому, что журналисты не уехали из республики, и, соответственно, было на попадение. Это две разные вещи. Рамзан Кадыров пытается такими, и не только такими способами, справиться с источниками информационной угрозы, негативной информации о Чечне, и это меньше зло. Кремль, конечно, вынужден оправдываться уже в глазах общественности, потому что это большой резонанс, мировой резонанс, в общем, получила последнее нападение на журналистов, потому что там были иностранные журналисты, но это меньше зло, и Кремль, в общем, идет на то, чтобы оставить Рамзана Кадырова, потому что он выполняет для Москвы серьезную функцию наведения порядка, тотального, тоталитарного порядка в Чечне. Напомню, что у нас на прямой связи обозреватель новой газеты Елена Милашина. Вопрос Саиду Бицуеву. Как вы считаете, разве есть что скрывать властям республики? Почему такое нежелание пустить журналистов на свою территорию? Раз все нормально, вот митинг прошел вчера, и все как бы карты раскрыты, какие секреты могут быть от пишущей прессы? Как и всякие человеки, естественно, я не рад тому, что произошло там, и избиение, и сожжение машины, и издевательство над этими людьми, и вторичное, то, что произошло с Каляпинем, с которым мы здесь пикировались в эфире, тем не менее, такое обращение молодых людей к пожилому человеку, как бы он там, что бы ни представлял, чем бы ни занимался, это, конечно, недопустимо, и не в традициях ни чеченцев, ни кавказцев, и вообще россиян. Но, с другой стороны, мы, ни я, и ни вы, наверное, мы не знаем, каковы причины того, что случилось, с какой функцией приезжали эти же иностранные агенты. Мы знаем, что и многие журналисты, и многие сотрудники гуманитарных организаций, которые приезжают из Запада, у них есть свои функции. Они рассматривают Россию, как вы все знаете, как площадкой собственных интересов, а Чечня является, как бы, ключом для решения многих вопросов. И я видел сам лично, когда еще работал в Груздом, многих эмиссаров, которых ловили власти, и которые, в общем-то, рассказывали о том, с чем они приезжали в республику. И в данном случае, вот как Лена сейчас заявила, они действительно чувствуют источник информационной угрозы для себя вот в этих людях, но, к сожалению, не очень умело умеют дезауировать эти угрозы. Они, я думаю, что ни пиар-служба, ни пресс-служба, у них нет каких-то рычагов, чтобы объяснить людям, или объяснить власти, или объяснить журналистам, в чем была причина вот того, что случилось. Просто импульсивное действие. Я не знаю, кто отдал приказ, но он был, конечно, очень неправильный приказ. Сейчас люди просто не знают, почему это случилось. Но факт тот, что какая-то подоблека, разумеется, в этом есть, они просто ее не представили нам. Поэтому вот такое обсуждение неприятное, обидное, и такие последствия очень нехорошие для республики. Ну, по-ступенному вопросу, да, как юристу. Как по-вашему, вот почему дают возможность Рамзану Ахматовичу такие выдвигать инициативу, как, например, возвращение смертной казни? Это какой-то пробный шар, через него пытается бросить власть федеральная? Или это его собственная, может быть, инициатива? Этот вопрос, я думаю, что это его собственная инициатива, потому что, в принципе, много, большой процент населения российского точно так же мыслит и думает. Я думаю, что если провести опрос населения, скорее всего, за смертную казнь проголосовало бы большинство населения. Поэтому, да, действительно, в Чеченской республике достаточно часто отрабатываются какие-то технологии, проекты. И потом можно наблюдать, они переносятся уже на федеральный уровень. Есть такое. В данном случае, мне кажется, это просто человек высказывал свое мнение. И, значит, это, на мой взгляд, его мнение, которое имеет право быть. Елене Масюк, тогда вопрос. Елена, как вы считаете, почему Чечня сохраняет стойкую репутацию черной дыры в российской экономике? Ну, потому что это очень наглядно все происходит. Ведь Рамзан Казаров живет как шах. А за счет чего он живет? За счет бюджетных денег России, за счет нас всех. Потому что туда идут деньги. А потом, когда его спрашивают, на что вы, Рамзан Ахматович, тут строите, на что вы вообще все живете, у него всегда один ответ. Это Аллах дает. Поэтому Чечня абсолютно непрозрачная республика. И я думаю, что с этого наверняка имеют и федеральные чиновники. Все не так просто, как обычно в нашей действительности. И, хотя говорили о сокращениях в связи с сокращением бюджета и финансирования Чечни, но, тем не менее, наоборот, туда еще больше денег дадут. Поэтому Чечня по-прежнему будет, собственно говоря, висеть на шее у России. И все это будет под каким-то митическим образом того, что Рамзан Кадыров – это преданный пехотинец Путина. Елена, милашний вопрос. Елена, как вы считаете, сохраняется ли практика запугивания журналистов, которые не угодны официальному Грозному, или правозащитников, или политиков? Вот, например, недавний эпизод с докладом политика Ильи Яшина, который, этот доклад был сначала, мне так кажется, что как бы похищен из его архива, и потом был заранее опубликован и дезавуирован. Как вы считаете, Елена, это такой был, что ли, предупредительный жест в адрес других недоброжелателей или оппонентов? Рамзан Ахмадович, вам слово. Владимир, никто не похищал доклад Яшина, был опубликован «Открытая Россия» нечаянно в открытом доступе. Его, соответственно, перезалил себе в инстаграм Рамзан Кадыров. Он не дезавуировал этот доклад тем, что первый его опубликовал совершенно, потому что в докладе все факты, в общем-то, никто их не пытается опровергнуть по существу. Они собраны, практически все они из открытых источников. И просто это одна, собранная в одну картина, которая, в общем, дает очень любопытные сведения о регионе Российской Федерации, которая не подчиняется российским законам, живет по своим собственным правилам. И для читателя, который не читает, допустим, новую газету или те источники, которые пишут о Чечне, он имеет возможность, прочитав этот доклад, составить очень верное и правильное впечатление о том, что сейчас представляется в Чечне. По поводу запугивания. На самом деле, ситуация с нападением на журналистов, какой бы она серьезной и, в общем-то, жуткой ни была, вот эта ситуация с выселением Игоря Каляпина и закидыванием его тортом, яйцами и зеленкой, она на самом деле показывает лимиты чеченской власти в отношении ее критиков и людей, которые пишут информацию о Чечне, дают информацию о Чечне, которую они устраивают чеченское руководство. В 2009 году, в 2006 году за такие вещи вообще-то люди умирали, не своей смертью. Я имею в виду убийство Анны Политковской, Натальи Эстемировой. Сейчас им закидывают тортом, зеленкой, и грозятся постоянно подать на клевету. И вот, конечно, это очень неприятное, ужасное избиение журналистов, которое, опять-таки, если вот четко проследить, проанализировать эту ситуацию, там тоже были определенные ограничения в действиях людей. Даже был записан разговор чеченцев, которые напали на машины с журналистами, правозащитниками, там было несколько раз звучали фразы тех, кто руководил этой спецоперацией. Вот, не бейте, берите, у них диктофоны. То есть это показывает, что разрешение на крайние меры, на которые, в общем-то, чеченское руководство активно шло раньше, этого разрешения нет. Поэтому, да, активно высказываться и даже уже, в общем-то, действовать в русле запугивания критиков, эта тенденция усиливается, наблюдается. Но она имеет пока свои ограничения. Все ограничения, безусловно, зависят от Москвы. Дадут разрешение, будут рубы. Да, спасибо, Ильяна, ставите с нами на связи. Савид, как вы считаете, доклад Ильи Яшина, он был опасен для действующей власти в республике? Вы же видели реакцию не чеченских властей, а многих журналистов, экспертов по Кавказу и просто читателей на доклад Яшина, он не был сенсационным. У Яшина не было каких-то открытий, которые бы у людей вызывали бы отреп или там недовольство только явное. Все эти вещи, которые были, в принципе, в открытом доступе, он их использовал действительно, как вот сказала Милашина. В единый доклад их собрали, и он с этим докладом выступил. И просто я просто в продолжении этого вашего вопроса хочу сказать, что и Рамзан Кадыров, и чеченские власти сейчас находятся на таком, как будто они на перекрестке беззащитные люди, которые со всех сторон, которых просвечивают рентгеном российского общества. Но я вас уверяю, в российских многих регионах ситуация абсолютно не одобряет то, что там случилось, с ней эти убийства, их нельзя ничем оправдать, конечно, это варварство самое настоящее. Но соблюдение законов чиновниками похлеще мы видели. И в Волгоградской области, когда Бажана на целом самолете корпоративным администрациям возят в Италию. Мы Растахани, которые, опять же, запугивают оппозицию. И во многих других регионах, где не бывает ни Каляпин, ни другие, мы в той передаче об этом говорили. Почему-то Чечня стала такой точкой, которую без конца надо проверять и по которой надо выискивать негатив. Я помню, без всякого упрека, Елена писала историю о том, что молодая девушка 40 лет разница вышла за чиновника. Но после этого были истории с Красков, который женился, разница 60 лет. Почему-то Елена не написала об этом. После этого была история, человек за 60 лет профессор женился на своей студентке, 19 лет. Об этом Елена тоже не пишет. Такое впечатление, что целенаправленно идет попытка дискредитации. А мне, я вам это говорю, я не имею отношения к власти, но как человек, родившийся в Грозном, мне, конечно, бывает, я через себя пропускаю каждый подобный такой случай. Поэтому абсолютно не защищая то, что там происходит, негативного, я считаю, что чрезмерное внимание, чрезмерно обостренное отношение к тому, что там происходит, это не идет на пользу ни федерализации, ни взаимоотношениям между этносами и чиновниками и прочее. Потому что мы видим, что это вызывает у людей отторжение. Поэтому я думаю, что надо было бы немножко быть поосторожнее с этими проверками, бесконечными командировками на Кавказ, чтобы показать, какие плохие чеченские власти. Да. А как вы считаете, может быть, это связано с тем, что вот в громких заказных убийствах последних лет как раз всегда чеченский след, вот и Анна Политковской, и даже еще было Пола Хлебникова, и Бориса Немцова. Борис Немцов был другом, вот Илья Яшина, может быть, он поэтому занялся чеченской темой. Как вы считаете? Я думаю, что чеченская тема, как она возникла в 1991 году, она до сих пор существует. И я, в принципе, не вижу в ближайшем будущем, что эта тема уйдет. Потому что и наши люди, в принципе, нет-нет содействуют этому. А общество российское, оно никак не может отойти от этого чеченского синдрома, или как его правильно назвать, чеченофобии. Да, действительно, во многих громких делах фигурируют чеченцы. Но я уверен, что по степени вовлеченности в криминальные структуры чеченский народ далеко не на первом месте. Просто вот так повелось, что любое преступление, в котором участвуют лица чеченской национальности, оно резонансное. Оно всегда обсуждается и оно становится предметом разбирательства, обсуждения и так далее. Что касается... Вообще у меня твердое убеждение, что общество, где нет верховенства закона, оно... Это обреченное общество. У него нет перспективы. И беззаконие, вот, беззаконие, оно есть, оно, как говорится, светет на всей территории Российской Федерации. И все, и не может быть такого, чтобы на территории Чеченской Республики соблюдался закон, а в остальной части Российской Федерации он не соблюдался. И наоборот, все до такой степени взаимосвязано. Значит, поэтому вопрос, не в национальности здесь. Имеется в виду, что чеченское общество не более криминализировано, чем другие, значит, субъекты Российской Федерации. Вопрос в том, что как это преподносится, как освещается? Есть, конечно, и фигуры главы республики. Это очень непростая фигура. Естественно, я думаю, что поведение Рамзана Кадырова, который выражается и действует не совсем обычно для других глав субъектов, оно тоже, значит, дает пищу для обсуждений и так далее. Я очень сожалею, что все-таки вот таких вопиющих, значит, нарушения закона, которое имело место с правозащитниками и журналистами, опять фигурируют чеченцы, наши люди, независимо от того, сотрудник они правоохранительного органа или нет. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки были примером другого, другого отношения и к закону, значит, и к людям, которые приезжают в нашу республику для сбора какой-то информации. Общество должно контролировать власть, власть должна быть подконтрольна, поэтому и на территории Чеченской республики, и на всей России общество имеет право ездить туда, получать информацию, значит, и выполнять свои функции в зависимости, ну, соответственно, со своими, скажем так, уставными задачами, а если это журналисты, значит, в соответствии с поставленными им задачами. Поэтому я полагаю, что главный вопрос на сегодняшний день в России и в Чеченской республике – это обеспечение верховенства закона. Верховенство закона, равенство всех перед законом – вот этот основополагающий момент, который позволит нам в дальнейшем исключать вот эти, значит, проявления вот таких вот нарушений и беззаконий. Вопрос Елене Масюк. Вы признаете вот доводы моих гостей о том, что ощущается какая-то предвзятость, предубеждение и пристрастность именно к чеченской ситуации, а на самом деле, что она не хуже среднестатистической по России или, наоборот, вы считаете, что там на каком-то особом положении находятся силовики и пользуются безнаказанностью и так далее? Лена, вам слово. Знаете, когда говорят о том, что Краско или кто-то другой женился на девушке младше себя, там, на 40 или на 50 или на 80 лет, это, конечно, имеет право на существование, безусловно, но Краско, если мы говорим о нем, то он взял эту девушку в жены, он ее, с ней зарегистрировал в брак официальный, и у него на тот момент не было жены, он ее взял единственной женой на тот момент, а вот что касается чеченского офицера МВД, так он ее, извините, привел в дом второй женой. И все эти рассказы, что он с первого не был официально расписан, а со второй вот так случилось, что диджей радио их расписала в ЗАГСе, но это, в общем, все смешно, конечно, потому что потом же в Инстаграме и у Кадырова, и у других публиковались фотографии, где они живут в одном доме. То есть, собственно, у него, у офицера российского МВД движены. Вот, конечно, когда есть такие вещи, то об этом принято говорить, об этом нужно говорить. И тем более, когда там какой-нибудь Павел Астахов рассказывал, что ранние браки – это все нормально, в 28 там уже старые груши сморщенные, то это говорит об уровне воспитания вообще того, как наши официальные лица защищают происходящее в Чечне и лично защищают Кадырова. И готовы, по-моему, на все пойти, только чтобы делать Кадырова светлым и пушистым. Что касается того, что какое-то непредвзятое отношение к Чечне, я думаю, что нет. Я вот что-то не припомню, чтобы какой-нибудь руководитель российского региона, которых больше 80-ти, мог публиковать в социальные сети фотографию, где он оставляет прицел на бывшего премьер-министра России. Кадыров это делает, и Кадырову за это ничего нет. Это считается нормальным. И это ведь не единичный случай. Таких вещей, вызывающих, которые позволяет себе Кадыров, никто из руководителей регионов не делает. И все ему сходит в рук. И Кадыров становится примером для чеченцев, прежде всего для молодых чеченцев, что так можно себя вести и ничего не будет. Потому что только он, потому что он чеченец. А вот как раз рыба, что называется, гниет с головы. Вот как раз в Чечне это уже случилось. Спасибо. Вопрос Елене Милашиной. Елена, мы знаем, что «Новая газета» давно уже ведет вот эту чеченскую тему. И мы помним публикации про особые такие отряды, которые здесь у нас в Москве действуют. И вообще про то, что какие-то заказные им поручаются действия. Как вы считаете, почему ни один из этих эпизодов не дошел до суда, которые были так подробно и аргументированно, изложены в «Новой газете»? Вам слово, Елена. «Новая газета» действительно пишет о Чечне с момента начала чеченской войны и будет продолжать писать, поскольку это регион, зона ответственности газеты, как и вся Российская Федерация. А что касается безнаказанности, это, собственно говоря, и есть тот самый договор, та модель, которую построил Кремль в Чечне. Подавление чеченского народа и обещанная безнаказанность чеченской власти и окружению силовикам чеченским иммунитета с закона. Собственно говоря, эта модель сохраняется с переизбранием, по сути, Рамзана Кадырова на новый срок, потому что понятно, что в сентябре выборы, которые состоятся, они будут тоже под полным контролем чеченской властью, и Рамзан Кадыров на них легко победят. Поэтому это просто та самая модель, которая функционирует, которая была создана и которая устраивает полностью Кремль. Спасибо. Саиду вопрос. А вообще вот новое поколение ваших соотечественников, оно знает, что именно Анна Политковская боролась против войны, первой и второй в Чечне. И Борис Немцов собирал миллион подписей. И вот именно как раз многие журналисты, которых шельмуют руководство республики, они всегда пишут о депортации чеченского народа, что они защищают от геноцида ваших соотечественников. Почему именно они принимают эти поручения по их устранению? Вот в вашем вопросе, Володя, есть некий подтекст, поскольку если мы говорим о том, что знает и молодежь, о том, что Анна Политковская защищала чеченца очень много, действительно, у нее было очень много прекрасных репортажей. И то, что касается Бориса Немцова, мы и прежде говорили о том, что, будучи действующим губернатором, Борис Ефимович собирал полтора миллиона подписей, чего сегодня нельзя представить против войны в Чечне. То есть, разумеется, об этих вещах люди хорошо помнят. И я с уважением отношусь к мнению коллег, которые здесь высказывались. И, естественно, речь идет не о власти, не о том, что действует эта молодежь, а работник силовых структур, которые совершают вот эти безобразия, нападения, сражения и прочее. Мы не об этом говорим. В данном случае мы не пытаемся кого-то защитить или это оправдать. Речь идет о том, что когда существует такой тотальный контроль, какой-то рентген-контроль к этому региону, хотя мы знаем очень много массовых насилий, преступлений в закрытых учреждениях, в открытых учреждениях со стороны силовиков. А об этих вещах правозащитники не так активно, не так охотно, не с такой любовью и сладострастием пишут, как о Чечне. Вот о чем идет речь. И рассказывая об этих событиях и этих нападениях, злость на чиновников, которых они критикуют, оно подспутно переходит в сознание граждан, на рядовых чеченцев. Я вас уверяю, отношение к простым чеченцам сегодня гораздо хуже, чем во время войны. Вот девочки сами были там и простой население все жалели. Люди очень относились с болезнью к тому, что там происходит. А сегодня наоборот. Они не различают, силовик это был или это был какой-нибудь чиновник, или это была власть, это был просто простой чеченец. А простые люди там вовсе не живут уж такой хорошей жизнью, как сейчас представляется. Обобрали всю Россию, сели все налоги, и в Чечне все здорово, а в основной России бедно. И там тоже люди живут точно так же с такими же самыми проблемами, своими заботами. Никто там не царствует, не барствует. И ситуация не намного лучше, чем в другом соседнем регионе. А если нам говорить о том, что у нас есть выбор между тем, что есть сегодня. Вот я просто вам пытаюсь объяснить мнение, мое собственное. Если у меня есть выбор между тем, что было до того, это руины, это расстрелы мирных граждан, это избиение, это оскорбление, и то, что есть сегодня. Разумеется, люди предпочитают то, что есть сегодня. Хотя, конечно, мы согласны, не все там идеально, и много еще было бы надо сделать для того, чтобы ушли вот эти позорные случаи. Я считаю, они действительно позорные случаи. Вот, поэтому здесь надо различать, о чем у нас идет речь. Да, вот, хотел об Уступьянов спросить вас. Судя по вашей адвокатской практике, возвращаются ли времена вот этой чеченофобии, когда образ врага создают из ваших подзащитных, и в результате выносят им несправедливые приговоры? Сейчас ситуация немножко другая по сравнению с той, когда в начале второй чеченской войны мы, и первая война, когда начиналась, тогда ситуация была немножко другой. Тогда не было никаких ограничений у силовых структур. Можно было просто, допустим, после Норд-Оста, да? Тогда по всей Москве происходили массовые задержания, подбрасывали им наркотики, патроны и просто сажали. Вот так вот. Просто была какая-то установка, она была очевидна для меня, потому что по всем районам одно и то же время примерно одними и теми же методами вот проводились вот эти, значит, возбуждались вот эти уголовные дела, люди задерживались, и, значит, по ним, практически по всем обвинительным приговорам, и их сажали на реальные сроки. Ситуация немножко изменилась, когда к власти пришел Рамзан Кадыров, когда его уже официально утвердили. Вот в это время, значит, было такое ощущение, что опять-таки есть какая-то установка все-таки немного снизить вот это давление на чеченцев, значит, показать им, что, значит, сейчас ваша ситуация меняется к лучшему, значит, это была своеобразная поддержка и Рамзана Кадырова со стороны власти, и, значит, чеченские власти открыто заявляли, что они не допустят незаконного преследования чеченцев в России, в том числе и в Москве. То есть вот этот момент какой-то был, что вот этот пресс, это давление ослабело. Последние годы, последние годы я, вот как практикующий адвокат, вижу, что ситуация опять начинает меняться в худшую сторону, значит, и в изоляторах сейчас, я не знаю, бутырки, по-моему, около 300 чеченцев сейчас бутырки. Около 300 чеченцев бутырки, если я могу чуть-чуть ошибиться, но это примерно так. То есть сейчас идет такая новая волна, что вот это давление нарастает, и, естественно, есть и криминальные элементы чеченской национальности, которых, да, действительно, надо сажать, никто не спорит, но очень много людей, которые незаконно преследуются. Это я говорю об обычных, значит, людях, которые по обычным уголовным делам идут. Есть еще другие, другая категория дел. Это люди, которые где-то, значит, засветились там по религиозной линии, которые там в мечети ходят, там отращивают бороды, значит, и так далее. Эти люди, они уже идут по-другому направлению. Их, значит, стараются уже к какому-то экстремизму и так далее, к терроризму. Есть вот сейчас одно большое дело, которое сейчас идет в военном суде. То есть там люди, значит, их тоже выбирают и их определяют уже в этом направлении. То есть сейчас ситуация, на мой взгляд, на мой взгляд, ухудшается. Я не знаю, с чем это связано, значит, но это однозначно для меня. Елене Масюк, вопрос. Вот если вспомнить канун Первой Чеченской войны, как вы считаете, мог ли генерал Дудаев рассчитывать на те полномочия и на те вообще свободы и привилегии, какие сейчас имеет руководство нынешней Чечни? Как вы считаете, Елена? Сейчас, Владимир, секундочку. Я хотела бы одну реплику сказать по поводу того, что в Бутырке находятся около 300 задержанных чеченов. Да, напомню, что Елена у нас в общественной наблюдательной комиссии Москвы, она бывает в Бутырке. Да вам слово, Елена. Да, я хочу сказать, что, действительно, как член УНК, я часто бываю в следственных изоляторах Москвы, и не только в Бутырке, должна сказать о том, что перелимит в следственных изоляторах Москвы от 50 до 70 процентов. И эта тенденция началась, собственно, после очередного прихода Путина власти. С каждым годом все больше и больше арестованных, и московский изолятор уже не в состоянии повестить всех тех, кого суды просто пачками лишают свободы. Так вот, я хочу сказать, что задержанных я не могу сказать о том, что вот именно чеченцев стало больше, а лиц другой национальности меньше. Совсем нет. Очень много русских, очень много представителей Средней Азии, из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Да, много кавказцев, их всегда, в общем, немало. Но такого о том, что было что-то предвзятое по отношению к кавказцам, я не могу сказать. И, например, как члены УНК мы неоднократно посещали и Дадаева, из Кирханова, и точно так же на их просьбы, на их пожелания, на их жалобы мы реагировали. И, кстати, я должна сказать, что Дадаев писал заявление в комитет против пыток Игорю Каляпину по поводу того, что к нему поменялись пытки в момент задержания. То же самое делалось Кирханов. То есть как раз Игорь Каляпин и его команда, несмотря на отношение к Борису Немцову, на то, что этих людей обвиняют в убийстве Бориса Немцова, они делали свое профессиональное дело, они защищали и продолжают защищать вот этих чеченцев, оказавшихся сейчас в лесных регуляторах Москвы. Естественно, что касается вашего вопроса по поводу того, мог ли представить генерал Дудаев себе перед Первой чеченской войной, что такие полномочия у Чечни когда-нибудь будут? Я думаю, что нет, потому что хитрый лист Рамзан Ахматович Кадыров получил все то, что никогда честный генерал Дудаев получить не мог, потому что все-таки Дудаев был не лист, а Рамзан Ахматович действует по-другому. Спасибо, Елена Милашина, вопрос. Елена, как вы считаете, вот это, можно ли назвать тенденцией рост чеченского населения в российских тюрьмах? Или это для вас стало сейчас новостью? Вам слово, Елена. Вот знаете, вообще весь этот разговор о том, что какое-то предвзятое отношение к чеченцам, к Чечне, к чеченскому руководству, и формируется какой-то облик чеченцев негативный, это все полный бред. Почитайте, пожалуйста, мои статьи, все, кто об этом говорит сейчас у вас в эфире. Я пишу о чеченцах, которые пострадали от произвола чеченских полицейских, от пыток, от чеченской власти в их защиту, как это делала Политковская, как это делала Семирова, в каждой моей публикации есть такие чеченцы. Я их голос, я защищаю их права от их руководства, от чеченского руководства, которое не подконтрольно никому. Поэтому говорить о том, что мы предвзято относитесь к... Нет, мы защищаем чеченцев, да. И это делают правозащитники. И это очень нравится Рамзану Кадырову, который на самом деле пытается выстроить в республике тоталитарный режим и управлять чеченцами, как своими подданными. Они граждане Российской Федерации. Если он не соблюдает законы Российской Федерации, то, по крайней мере, мы писать об этом будем. Что будет с этим делать наша законодательная и исполнительная власти, это второй вопрос. Но мы писать про это будем. И чеченцев защищать мы будем. А уж какой там облик формируется и имидж у чеченской власти, ну, чеченская власть на это сама работает. Плохой облик и плохой имидж. Варваров. Саид, как вам кажется? Может быть, вообще, я давно считаю, что надо бы переиздать массовым тиражом повесть Анатолия Игнатьевича Приставкина «Ночевала тучка золотая», где вот в очень хорошей такой форме, доходчивой, показано, что все люди были братьями. И даже несмотря на то, как их пытались стравить, особенно дети, остались вот выше, стали выше вот этого вот, всего, чему их пытались обучить взрослые. Как вы считаете, Саид? Я хотел бы ответить на реплику. Елены Милашиной. Елены Милашиной. Да кто ж спорит? Да, конечно, надо писать. И вы делаете очень хорошее дело. И не надо в моих словах искать подтекст или их переначивать. Я, кстати, не говорил о власти. Я говорил о том, что ваша критика власти переносится на простых жителей, которые страдают. Вот недавно осудили, два дня назад, студента-отличника, который абсолютно никакого отношения не имеет. Это доказано многими биллингами, и об этом многие писали. Тамерлан Сацаев посадили, дали ему пять лет. Но абсолютно он ни при чем. Вот таким образом, вот такими материалами многими, я не говорю, что ваши материалы, конечно, очень хорошие, нужные материалы, формируется мнение о том, что принципы чеченцы, не склонные к соблюдению законности и порядка, принципы чеченцы, люди другой культуры, другой цивилизации, с которыми очень тяжело жить, нам, россиянам. Сама республика – это такая черная дыра, в которой поглощаются российские бюджеты. А мы при этом видим, что многие главы, и 89 глав регионов, которые сумасшедшие деньги тратят на себя, на своих родственников, мы видим, что российские чиновники, нынешние действующие, их сыновья, они, Якунин, его дети, ну, много безобразия творят люди. Почему-то вот вы факультете, я не говорю, что это неправильно, то, что вы говорите. Конечно, объективные... Я должен сказать, что вы об этом читаете тоже в статьях авторов «Новой газеты». Такого резонанса не происходит. Упоминание слова «чеченец» сегодня – это просто страшный рейтинг. Конечно, для нас он отрицательный рейтинг. Вот об этом я говорю. Поменьше говорили бы о Чечне. Лучше бы работали бы силовые структуры, лучше бы обнажали бы эти болячки, а потом бы вмешивались главы силовых ведомств, потом вмешивался администрация президента, потом вмешивался бы сам президент. Решали эти вопросы, не вынося их на публичную плоскость. Спасибо, Саиды. Что касается вашего вопроса, я полностью поддерживаю. Очень полезное произведение. И надо именно такими... Великая, я считаю, повесть. Великая повесть, да. И фильм прекрасный. Именно таким произведением, таким подходом гуманным, таким человеческим подходом надо сближать наши характеры, наши нравы, наши взаимоотношения. Потому что Россия – это не только русские, хотя русские – это государство, образующий народ, их большинство, но есть куча других регионов. Поэтому надо быть очень осторожным в этих вопросах. Дайте слово Елене Милашевне. Хочет свое мнение высказать. Вам слово, Елена. Я еще раз говорю. Неправильно так ставить оценку, что чеченцы против русских, хотя русские против чеченцев. И мы так никогда не ставим эту оценку. Посмотрите, ситуация с Хедой Гелобиевой. Все абсолютно, не только в России, а в мире, встали на сторону этой чеченской девушки. Потому что речь шла о насильственном принуждении семьи к этому, ну, хорошо, браку, с исламской точки зрения, разрешенному, но с точки зрения российских законов, запрещенному. Когда написал о судье Вакиде Абубакарове, все прекрасно поняли, что это чеченский судья, который встал и сказал, вот здесь были пытки. И я тужу Сальмана Идикова, прекрасного парня чеченского, которого запытали и вынудили признаться по Китиву, 40 дней продержав в местах лишения свободы в Чечне. И дело это с ним чеченская полиция. Чеченские власти прикрыли эту тему. Мы пишем только об этом. И у нормальных читателей, у российских граждан формулируется совершенно правильное понимание того, что чеченцы страдают в первую очередь от чеченской власти, которая не подчиняется закону, которая выше над законом и функция которой сделать с чеченцами, именно с чеченцами, со своими гражданами, все что угодно. И они, в отличие от российских граждан, не могут даже заявление в СССР на комитет подать, в прокуратуру, потому что к ним приедут и заберут уже не только их, всех родственников мужского пола, но и женства. И будут пытать. Понимаете, вот чего они боятся. И мы про это пишем, потому что это и есть в республике. И кто-то из сегодняшних гостей в вашей программе правильно сказал, что самая главная сейчас задача, и вообще самая главная задача Чечни, чтобы удержать ее в поле России, чтобы действительно не обозлить уже чеченцев, которые вынуждены уже 10 лет жить под непонятным режимом, тоталитарным, непредусмотренным российской конституцией, чтобы приобрести их в их правах с российскими гражданами, чтобы они хотя бы могли без страха подавать заявление в СССР, в прокуратуру, если их похищают и пытают. Понимаете, чтобы они не боялись хотя бы этого делать. Я бы все время пишу. И это не нравится чеченским властям. Но я буду про это писать. И будут правозащитники чеченские, там, российские, там работают. Потому что чеченских правозащитников там не осталось. Их убили всех, нормальных правозащитников. А те, кто там выдает себя за правозащитников, на самом деле являются наводчиками, вот такими, как Хеда Саратова, после встречи, в которой происходит задержание журналистов, похищение журналистов и исцеление журналистов. И если это правозащитник чеченский, то тогда я, Господь Бог, получается. Вас, наверное, процитировала Абусупьян и Елена. Как Вы считаете, вот может быть, тот отрезок, который остался до выборов, переуборов главы республики, может быть, это возможность какой-то, может быть, дискуссии минимальной или предвыборных дебатов и посвятить вот этой теме. Как Вы считаете? Может быть, будет какой-то оппонент, условно говоря, второй кандидат в президенты республики? К сожалению, к сожалению, на сегодняшний день эта ситуация невозможна, потому что сегодня альтернативы Рамзану Кадырову действительно не видно, вряд ли, значит, она возможна в ближайшие годы, значит, естественно, это все решение высшего руководства России, то есть решение Путина, значит, и дискуссии в этой части, на мой взгляд, неуместны, абсолютно. Мы прекрасно понимаем, что Путин очень доволен деятельностью Рамзана Кадырова, значит, и возможно, что выбор Рамзана Кадырова именно в понимании Путина, каким должен был быть руководитель на тот момент, да и сейчас, этот выбор был очень удачным для Путина, о котором я уверен, что он не жалеет, потому что Рамзан Кадыров действительно реализовал все задачи, которые были поставлены перед ним Путиным. И никаких сомнений у жителей Чеченской республики и в Чечне, и за пределами Чечни, не было никаких сомнений, что Рамзана Кадырова утвердят, и он дальше будет продолжать свою деятельность именно в этом качестве, качестве главы республики. Действительно, я согласен с Еленой Милашиной, что на сегодняшний день в республике нет фактически нет правозащитной организации, они выдавлены. Значит, что касается, я так смотрю, Елена Милашина немного обижена тем, что как будто бы мы недовольны ее работой, работой других журналистов. Никогда чеченский народ не забудет сотрудника новой газеты Анну Политковскую, которая отдала жизнь за этот народ. Значит, мы не забудем Немцова, мы не забудем и Милашину, и Елену Масюк, которых мы очень уважаем, которые действительно трудятся, значит, именно, защищая интерес чеченского народа. Поэтому тут не можно. Спасибо, Супьян. Мы еще не раз вернемся к этой теме, в отпущенной до выборов срок. На лонах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурса-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов. Продюсеры Наталья Гуреева